Музыка Приветствую всех участников игры Мой Друг Фейсбук и конечно же моих дорогих попутчиков по дороге к миллиону. Неделя расставания с вами уже миновала и я рад видеть вас вновь на беседе со мной по теме популярной ошибки при оформлении социальных сетей. Социальные сети и средства дружеского общения уже давно превратились в мощный инструмент для бизнеса и продвижение компаний и личных брендов во многом зависит от того, как они визуально представлены в соцсетях. Любая презентация начинается с разработки концепции и дизайна. И в этой беседе я хочу рассказать вам о том, как оформление аккаунта влияет на восприятие вашего бренда потенциальными потребителями. Точнее поговорим об ошибках, которые им помешают вашему продвижению. Ошибка номер один. Не думать об оформлении вообще. Вам не раз попадались аккаунты, где есть аватар, но нет обложки. Реже бывает наоборот. Обложка есть, а вместо аватара грустная стандартная заглушка с серым силуэтом. Возникает чувство, что человеку не особо важна его страница. Может быть ее когда-то создали, чтобы следить за событиями у друзей, или чтобы быть на связи, или просто как дань моде. Но оказывается, среди таких профилей есть очень интересные страницы с качественным контентом. А вот с оформлением все плохо. Авторы просто не придают значения дизайну. Думают так, я пишу тексты, какая разница, что у меня на обложке. Люди приходят меня читать. Да, приходят. Но только если точно знают, что это хороший автор. Как быстро человек решает, стоит ли ему задержаться на странице. За несколько секунд. Посетитель не успеет читаться и оценить глубину текста. Значит, автор должен каким-то другим способом, не через текст, донести, кто он, чем занимается, показать, что здесь интересно и стоит задержаться. И именно для этих целей и нужна правильная картинка. Еще один промах из этой серии. Частично оформленный аккаунт. Он вызывает ощущение чего-то незаконченного. А на бессознательном уровне чувство негатива. Как недостроенный или заброшенный дом, куда вряд ли захочется идти в гости. Не оставляйте пустых полей. А если пока не придумали, чем хотите их заполнить, поставьте временное оформление, которое при случае поменяете. Здесь, как говорится, лучше плохо, чем совсем никак. Так, ошибка номер два. Выбирать аватар и обложку по принципу просто понравилось. Особенно, если обложка и аватар не сочетаются и не несут никакой общей идеи. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, если вы задумываетесь о продвижении своего аккаунта, подумайте о концепции оформления и о сочетании всех элементов на странице. Выбирая фото из стоков, по принципу «мне нравится», помните, что две хорошие фотографии не обязательно будут сочетаться между собой. Шикарные туфли могут не сочетаться с не менее шикарным платьем, потому что не подходят по стилю или цвету. Или одна из этих вещей не вписывается в задуманный образ. Со страницей в соцсетях все то же самое. Ей нужна одежда, но чтобы подобрать эту одежду, нужно сначала придумать образ, концепцию. Решите для себя, какое послание вы хотите передать вашим посетителям. И затем подберите средства выражения этого послания. Ошибка номер три. Оформлять все аккаунты в разных стилях. Допустим, вы создали отличную страницу, сформулировали концепцию и получилось все очень здорово. Так здорово, что захотелось еще. Вы творчески подошли к оформлению всех своих аккаунтов и каждый получил свой уникальный дизайн. Круто? Нет, не круто. Типичная фатальная ошибка. Оформляя каждый аккаунт по-разному, вы уничтожаете очень важное для бренда узнаваемость. Фирменный стиль нужен бренду, чтобы выделить его из сотен других. Это справедливо и для личных брендов в том числе. Продвигаете себя? Ставьте везде одно и то же фото. Выбирайте одну цветовую палитру для всех аккаунтов. Найдите какой-то характерный образ. Создайте персонажа или сочетание цветов. Используйте объединяющий прием, который создаст узнаваемость и поможет выделиться из общей толпы. Ошибка четвертая. Брать любое понравившееся фото с просторов интернета. Где обычно ищут фото для соцсетей? Конечно в интернете. Но до сих пор далеко не все знают, что на контент, публикуемый в сети, распространяется авторское право. У каждой картинки есть правообладатель. Это не обязательно частное лицо. Возможно это компания или посредник, выкупивший авторские права. Но в любом случае нельзя просто прийти и взять, что понравилось. Каковы могут быть последствия? Наихудший вариант разбирательства в суде. Даже если правообладатель не заметил неправомощного использования своего контента, посетители могут сделать вывод, что вам наплевать на авторские права. А кому нужно такое пятно на репутации? Где же брать контент? Есть как минимум три пути. Первый это свой контент. Второй это бесплатные и платные стоки. При скачивании нужно обращать внимание на лицензию. И третий это заказать разработку оформления у дизайнера, который знает, как обработать фотографию, чтобы она стала уникальной, либо где взять бесплатный контент. Ошибка П. Это не учитывать цветовую гамму. То, что цвет оказывает влияние на наше психологическое состояние, факт давно известно. Значит, и при оформлении аккаунта преобладающая палитра будет влиять на реакцию посетителя. Если вы занимаетесь серьезным бизнесом, который у большинства ассоциируется со строгостью, аналитическим подходом, аккуратностью, то вряд ли доминирование розового вызовет у посетителя доверие. А если вы дизайнер или стилист, то унылая серо-черная гамма никак не будет ассоциироваться с творчеством. Да, возможно, провокационные приемы иногда срабатывают, но чаще при бездумном использовании приводят к провалу. Работа за рамками стереотипов восприятия – это дело высоких профессионалов. Если вы не дизайнер и не маркетолог, то лучше вам все-таки оставаться в пределах привычных образов. Ошибка номер шесть. Злоупотреблять большим разнообразием шрифтов и стилей. Любителя или новичка в дизайне очень легко вычислить по одной особенности. Они стараются использовать одобревенно весь инструментарий, которым они знакомы. Вы наверняка встречали сайты и страницы, где чуть ли не каждая следующая строка написана новым шрифтом, выделена цветом, курсивом или жирным. Что этим хочет сказать автор? Он хочет сделать красиво и привлечь внимание. А результат как раз прямо противоположный. В общей пестроте посетитель совсем теряется и не знает, за что ему зацепиться глазу. Профессионалы никогда не злоупотребляют многообразием шрифтов и цветов. Абсолютно нормально использовать только один шрифт или шрифтовую пару, даже для целого сайта, а для привлечения внимания применять только разность размера и выделение жирным. Есть неописанное правило трех шрифтов. Даже в объектах, где предполагается какой-то сложный дизайн, баннерах, афишах, буклетах, используйте не более трех видов шрифтов. Причем шрифт, которому добавлен стиль, цвет или выделение, тоже считается новым шрифтом. Важно помнить и учитывать размер. В верстке текста, вне зависимости от того, делается это для публикации в интернете или для печатной продукции, принято соблюдать иерархию заголовка. Название делают самым крупным, разделы мельче, подразделы еще мельче и самым маленьким, но таким, чтобы было удобно читать шрифтом, пишут основной текст и мельче него могут быть только ссылки и примечания. А теперь проверьте свои рабочие и личные страницы. Нет ли на них этих ошибок в оформлении, не нарушаете ли вы авторские права при использовании картинок из сети, соотносится ли между собой ваш личный и коммерческие аккаунты. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения и приятных выходных. А если вам захочется снова услышать меня, то в следующую субботу я расскажу вам, как не заблудиться при выборе темы для вашей обложки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok